Домашняя серия игр «Динамо» продолжается. Белоголубые сразились с гостями из Воскресенска с командой «Химик». Об итогах встречи в нашем следующем репортаже. Гости из Воскресенска включили максимальные скорости со стартового выбрасывания. Первые пять минут складывалось впечатление, что «Химик» проводит одну очень длинную позиционную атаку. Хозяева буквально пару раз появились у ворот. На одиннадцатой минуте «Химик» забил, воспользовавшись первым удалением у «Динамо». Точный бросок в девятку исполнил капитан команды «Химик». После пропущенной шайбы белоголубые отодвинули игру от своих ворот. Однако по-настоящему голевых эпизодов до перерыва не создали. Мало бросали, лезли на ворота. Опять же, удаление немножко подкосили игру. В принципе, равная игра. Конечно, надо больше в зоне атаки проводить время, чем в защите. Но сейчас будем исправлять ошибки. Второй период стал полной противоположностью первому. Теперь уже «Динамовцы» диктовали свои условия на площадке. Тем не менее, оборона гостей справлялась с острыми атаками хозяев. Отсутствие голов хоккеисты компенсировали кулачным поединком. Итоги второго периода прокомментировал игрок команды «Химик». Равная игра, обоюдоострая. Но мы получали очень много удалений. Сейчас в конце ненужных. Будем обороняться теперь с третьего начинать. В заключительной 20-минутке, несмотря на все усилия, «Динамовцы» не забросили ни одной шайбы. Итоговый счет 1-0. «Динамо» терпит второе поражение в этой домашней серии. Следующее ледовое сражение во дворце спорта «Юбилейный» состоится 16 октября в 19.00 между молодежной хоккейной командой «Динамо» и «Крылья Советов». Продолжение следует... Продолжение следует...